Война в Украине кардинально изменила Европу. Многие сейчас задумываются о следующем этапе. Сможет ли Европа сохранить ведущую геополитическую роль в будущем? В Брюсселе я поговорила об этом с тремя лидерами. Маргарет Вестагер, еврокомиссаром по вопросам конкуренции, Мария Ибурич, генеральным секретарем Совета Европы и Светланой Тихановской, лидером белорусских демократических сил. Три европейских голоса в программе «Глобальный диалог». Итак, как война в Украине изменила Европу? С самого начала вторжения Европа преображалась день ото дня, час за часом. Это вызвало острые дебаты между государствами-членами ЕС, между политическими партиями. Но мы стали быстрее вырабатывать общие решения. Все готовы участвовать в этом процессе. На наших глазах меняется архитектура Единой Европы. Мы осудили российскую агрессию утром 24 февраля, а через три недели исключили Российскую Федерацию из Совета Европы. Конечно, это в корне изменило то, как работает организация. Поддержка Украины стала нашим приоритетом. Но вы знаете, эта агрессивная война также выявила и усугубила некоторые другие проблемы. После пандемии на фоне продолжающейся войны мы наблюдаем определенный откат от принципов демократии в Европе. Европа может показать зубы. Сейчас она проводит последовательную, смелую и решительную политику. И я очень надеюсь, что Европа и дальше будет оставаться такой. Ведь всем нам предстоит пройти через множество испытаний. И принципиальная позиция Европы очень важна. Вы верите в сценарий повторения холодной войны? Или, по-вашему, Запад сможет восстановить отношения с Россией? Эксперты вряд ли знают, как будет выглядеть будущее региона, какими будут отношения с Россией. Но белорусам незачем иметь дело с путинской Россией. В одном я уверена. Война не закончится, пока Беларусь не добьется свободы. Не будем забывать об этом. Пока Лукашенко при содействии Путина остается у власти и насилует белорусский народ, в регионе не будет безопасности и стабильности. Война длится уже год. Никто не знает, когда она закончится. Должна ли Европа уже сейчас думать о том, как сохранить свое геополитическое влияние в будущем? У Европы большой опыт в выстраивании многополярного мира. Это один из первых регионов, где после двух страшных войн задумались о создании многосторонних площадок, которые помогли бы обеспечить всем участникам мир и процветание. Спустя более 75 лет после Гаагского конгресса мы должны понять, что делается хорошо, а что необходимо изменить. Но, вероятно, необходимо переосмыслить и то, как мы работаем, каковы наши приоритеты. Важно ли Европе обзавестись постоянным финансовым механизмом, чтобы лучше реагировать на кризисные ситуации? Чтобы добиться результатов для своих избирателей, для своих граждан, каждая из стран Евросоюза должна работать над европейскими финансовыми решениями. И я думаю, что мы сильно продвинулись в этом направлении. Сейчас, когда мы хотим предоставить большую помощь бизнесу со стороны государств-членов, нам нужно задуматься о создании такого европейского механизма, который позволил бы бизнесу инвестировать и расширяться в Европе. Нужен новый подход. Мы можем действовать намного быстрее и более прямолинейно, в том числе и в отношении европейского финансирования. Европа приняла украинцев, спасающихся от войны. Многие открыли им двери своих домов. Но мы все равно слышим разговоры об осажденной крепости, когда речь идет о людях, прибывающих на континент из других регионов. Можно ли разрешить это противоречие? В Совете Европы мы сразу поняли, что наша роль – помогать советам всем тем, кто бежит от войны, делать все, чтобы они не попали в ловушку торговцев людьми. В той уязвимой ситуации, в которой они оказались, очень легко стать жертвой преступников. А еще нужно помогать тем, кто может столкнуться с сексуальным или другими видами насилия, от которых страдают в основном женщины и дети. К счастью, даже во время этой ужасной агрессивной войны против Украины институты продолжают работать. Парламент Украины ратифицировал Стамбульскую конвенцию, которую можно расценивать как золотой стандарт по борьбе с насилием в отношении женщин. Западная и Восточная Европа стали ближе? Укрепляется ли солидарность на континенте? Вы знаете, горе обычно объединяет, боль обычно объединяет. И я вижу, что люди в странах, которые воспринимают демократию как должное, почувствовали боль белорусов, почувствовали боль украинцев. И, конечно, они проявили солидарность к нашим гражданам. С 2020 года европейцы помогали нашим политзаключенным. Помогали тем, кто был вынужден бежать из Белоруссии за репрессии. А сейчас европейцы принимают украинских беженцев у себя дома. Собирают деньги на оружие. Кто бы мог подумать, что простые люди в Европе будут собирать деньги на покупку военной техники и оборудования. Они это делают, потому что понимают, что мы приняли удар на себя и защищаем их. Сейчас у каждого есть моральное обязательство приближать нашу общую победу. Вы видите предпосылки для усиления национализма и протекционизма в Европе и в мире, например, в Китае и США? Я думаю, что мы будем гораздо точнее определять экономические риски. Опыт научит нас анализировать ситуацию быстро и говорить прямо, это неверный путь. Или наоборот, высказываться о пользе сотрудничества для нас и наших торговых партнеров. Мы должны сделать этот шаг, иначе будет подорвано доверие. Поэтому для нас жизненно важно научиться точно определять приоритеты нашей экономической безопасности и действовать в соответствии с ними. В том, где наша экономическая безопасность находится, чтобы мы можем действовать.